Учитель химии по образованию, зам директора по воспитательной работе во Дворце детского творчества, автор стихотворений и произведений в прозе. Полина Жандармова — человек разносторонний, но на Тавриду удалось попасть лишь с третьего раза. Зато каков дебют? В Белгород девушка вернулась с грантом в 100 тысяч. За смену форума эксперты рассмотрели более сотни идей. Полина оказалась в числе 19 счастливчиков. Проект «Поэтология» показался членом жюри новаторским. И даже уникальным. Что вообще такое поэтология? Это раздел филологии, который изучает внутренний мир поэта, влияние его внутреннего мира на творчество. И вот мой проект вызвал очень много дискуссий, довольно неоднозначных среди авторов в том числе. Мы хотим привлечь психологов и посмотреть, как же сочетается и сочетается ли у авторов его личность с его творчеством. Предполагается привлекать и литературных критиков. Поэзией Полина увлечена с детства. А вот разбором произведений заинтересовалась сравнительно недавно. Разные сайты, форумы, встречи в лиц-студии «Пробел», на которых опытные белгородские авторы анализируют стихотворения с творческой молодежью. Полина Жандармова считает, правильно выстроенное отношение поэта с критиком – это толчок к совершенству. Очень хорошо, когда поэт нашел того человека, критика, мнению которого он доверяет, и воспринимает его взгляд не как желание все переделать или повлечь в стихотворение, а именно как стремление сделать творчество автора лучше. История с критиками мне видится анонимной. Почему? На первых этапах. Чтобы не было, опять же, отсечь эту личность, чтобы было непонятно, кто тебя откритиковал – известный маститый член Союза писателей или только начинающий атор. Проект «Поэтология» станет отличной площадкой для местных авторов, даст возможность заявить о себе и развиваться не только поэтам, но и критикам. Работа началась. В социальной сети ВКонтакте запущена группа проекта, которая и станет основным ресурсом поэтологии. И уже нашлась команда заинтересованных психологов. Сергей Шрамко, Виталий Петренко. Новости мира Белогория.